23 апреля Регина Тодоренко в интервью PeopleTalk заявила, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет? А почему? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» – сказала телеведущая. Важно еще, как именно Тодоренко это сказала. Она кривлялась и придразнивала жертв насилия. Затем в прямом эфире для журнала «Гламур» Тодоренко попыталась объяснить свое отношение к домашнему насилию. Получилось только хуже, так как Регина подтвердила свою позицию, ссылаясь на мнения каких-то психологов. В итоге журнал «Гламур» лишил Тодоренко звания «Женщина года», а Тодоренко у себя в инстаграме извинилась за свои высказывания два раза. В первый раз Регина извинилась за свои некорректные формулировки. Возможно, она точно не осознала, за что извинилась, так как это были не некорректные формулировки, а четкие и понятные высказывания на протяжении двух эфиров. Пришлось извиняться второй раз. Всем привет! Сегодня у нас разговорное видео, подпишитесь на канал, буду очень благодарен. Я про Регину Тодоренко недавно уже слышал что-то странное. Она к себе на передачу пригласила Гудкова и Варнаву и отчитывала Гудкова за пропаганду гомосексуализма. Тогда эту историю сильно раскрутить не удалось, а сегодня журнал «Гламур» лишил звания «Женщина года» Регину Тодоренко после ее высказываний о домашнем насилии. При этом «Колэдди» — женский журнал о людях, которые делают мир прекраснее. Тодоренко поддержал. То есть какие-то более мелкие издания решили встать на сторону Регины. Менеджер некоторых телезвезд Табрис обратился к журналистам со словами. «Премии свои затолкаете себе в одно место. Что вы возомнили о себе? Вы стали авторитетнее Маргарет Тэтчер?» Получается, что забрав награду у Тодоренко, журнал «Гламур» настроил против себя большое количество звезд из телевизора. Теперь нужно сходить купить журнал «Гламур», поддержать их. Реакция же обычных людей на эту историю была очень разная. Во-первых, на Инстаграм Тодоренко подписалось сразу минимум 100 тысяч человек. В комментариях были как оскорбления. Я вам скажу, что оскорбление — это плохо, и никакой нормальный человек не должен это поддерживать. Также в комментариях была аргументированная критика. Многие женщины рассказывали свои истории домашнего насилия. Поэтому подписчицы Тодоренко, а это в основном молодые матери, позицию Регину поддерживали. От сотрудничества с Региной Тодоренко стали отказываться крупные международные бренды. В частности, отказаться от сотрудничества с ней решила компания PepsiCo, продукцию которой сок J7 рекламировала Тодоренко. «Мы выступаем категорически против насилия в любых формах». Было принято решение о приостановлении данной медиакомпании. Заявили в PepsiCo Россия, отметив, что в компании были шокированы словами Тодоренко. Компания Procter & Gamble, а именно бренды Pampers и Aussie, расторгли контракты с Региной Тодоренко. Компания Procter & Gamble выступает против любого насилия. Поэтому мы одинаково беспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной против нее агрессией даже после извинений. Часть средств, которые по контракту должны были отойти Тодоренко, Pampers направили на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. L'Oreal и Calcedonia подтвердили, что до этого скандала уже не сотрудничали с Тодоренко и возобновлять работу не планируют. При этом в аккаунте Pepsi многие люди писали, что нужно покупать Pepsi и поддержать Регину. Бренду Pampers также писали комментарии, что Pampers бросил молодую маму Регину на произвол судьбы. То есть бренды и журналы после своих правильных решений оказались между критиками и поклонниками Тодоренко. В итоге крупные компании уходят от Тодоренко одна за одной. Таких масштабных последствий за необдуманное высказывание в России я не помню. Как реагировали знаменитости? Настасья Самбурская пишет, что женщин избивать нельзя. Но когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день, а тебе просто дали подзатыльник, то это не насилие. Еще Самбурская в сторис рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. При этом она отказалась говорить, от кого именно получила, потому что не хочет хайпиться на этом. Многие пользователи раскритиковали Самбурскую и посчитали, что она сделала пародию на реальных жертв домашнего насилия, чтобы высмеять их. Валерия Пригожин заступились за Тодоренко. Пригожин рассказал, что Валерия строго относится к тем, кто пытается оправдать домашнее насилие. Однако она считает, что нельзя уничтожать Тодоренко после ее слов. Иван Ургант заявил, что насилие в любом проявлении неприемлемо, при этом он подчеркнул, что буллинг в интернете также является насилием. Тем, кто активно выражает свое мнение, Ургант предложил перечислить любую сумму в центр, занимающиеся проблемой домашнего насилия. Рита Дакота сначала осудила слова Тодоренко, а после с ней помирилась. Закончилось все тем, что мы с Региной плакали и просили друг у друга прощения. Хотя я до сих пор не согласна с ее словами из этих интервью. Рита Дакота всегда в тренде. Все хейтили Тодоренко и она хейтила. Затем все стали защищать Тодоренко и она стала защищать. Удивила позиция доктора Комаровского. Он в телеграмме на 100 тысяч подписчиков написал, что Регина легкий, светлый, добрый человек. Результат ее работы является предметом зависти, а желающих обгадить десятки тысяч. То есть этот веселый, добрый доктор из интернета всех несогласных назвал завистниками. Комаровский это педиатр, который в последнее время работает главным вирусологом Ютуба. Комаровский является отличным бизнесменом. Снимая однотипные видео про вирус, он смог монетизировать эту тему на Ютубе, как никто другой. Сегодня мы узнали, что доктор Комаровский является еще специалистом по травле. И если вам не понравилось высказывание Тодоренко, вы грязный завистник. Люди даже пытались составлять списки звезд, поддержавших Тодоренко. Но это бессмысленно, так как сегодня высказываются практически все. Намного сложнее вспомнить тех, кто высказался против позиции Регины. Например, это были Анна Седокова, Маша Малиновская, Паршута и другие медийные личности. В основном эти люди рассказывали про свои истории насилия, а не прямо критиковали Тодоренко. Знаменитости, которые сегодня поддерживают Тодоренко, в основном призывают прекратить буллинг. И в этом я их полностью поддерживаю. Любой нормальный человек должен выступать против мата, проклятий или оскорблений в интернете. Но такое чувство, что сегодня буллингом Регины Тодоренко пытаются назвать любое несогласие с ее позицией. И сейчас всех, кто просто не согласен с позицией Тодоренко или кто ее оскорбляет, смешали между собой и назвали это травлей. Мне кажется, что знаменитости травлей называют еще и то, что обычные люди начали писать брендом, а бренды их услышали. Внезапно звезды осознали, что у нас может быть так же, как и на Западе. В любой момент любая медийная личность может лишиться больших денег за свои слова. Возможно даже, что некоторые звезды защищают не Регину, а свое право и дальше говорить все, что вздумается. Я призываю не писать никому оскорбления, потому что ненависть порождает ненависть. Давайте будем цивилизованными людьми. И тогда это нельзя будет назвать травлей. А бойкот товаров, которые рекламировала Тодоренко, это бойкот, а не травля. Все защитники Тодоренко твердят о насилии общественным мнением и что Тодоренко все осознала и извинилась. Но смогла бы она все осознать за один день и даже начать что-то исправлять, если бы общество не высказало свое мнение. Да, с Региной вышла показательная порка, но это урок всем блогерам и знаменитостям. Прямо сейчас сотни тысяч потенциальных жертв домашнего насилия слушают Регину Тодоренко и думают, она такая красивая, успешная, значит она права. А пока мы на второй день будем прощать такое, зло будет побеждать. И не нужно называть это травлей. Это адекватная реакция на абсолютно недопустимые высказывания в адрес униженных и оскорбленных. История с Региной Тодоренко также спровоцировала дискуссию, почему Марату Башарову ничего не было за избиение женщин. Вышло интервью Башарова на НТВ, где он очень страшные вещи рассказывал про домашнее насилие в его семье, где в качестве абьюзера выступал сам Башаров. Люди даже создали петицию о лишении его государственных наград. После начала возмущения людей Тодоренко очистила свои подписки в инстаграм. Потом подписалась на Маргариту Грачеву, которую муж лишил руки. Затем отписалась от Грачевой. Муж Тодоренко, Влад Топалов, многих оскорблял в комментариях. Те скриншоты, которые я видел, получается, что в основном он писал оскорбление в ответ на оскорбление. Регина Тодоренко решила снять фильм про домашнее насилие, собралась приехать к Митрошиной за комментарием, но в последний момент почему-то передумала. Хорошая идея сделать видео и попробовать переубедить своих подписчиц, которые одобряют домашнее насилие. Почему же Тодоренко передумала снимать это видео, мне непонятно. Выводы этого невеселого видео. Вина за агрессию лежит полностью на том, кто эту агрессию проявляет. При этом агрессия или психопатия не имеет пола. Я хочу сказать, что большинство мужчин адекватны и никого не бьют. А история про Регину Тодоренко, она не про Регину Тодоренко на самом деле. Она про то, что наше общество уже по-другому начинает реагировать на бытовое насилие. Но до победы еще далеко. И как пример, психолог из Челябинска рассказала об избиениях мужем-психологом. Ирина терпела насилие 5 лет, так как верила, что любимый изменится. На годовщину совместной жизни жена получила сотрясение мозга. Она пошла в полицию. Правда, на Ирину внезапно вылилось осуждение от близких. Зачем выносить ссоры из избы? И даже участкового. Вы уверены, что хотите испортить репутацию детей? Теперь женщина проходит курс психотерапии. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok